всем привет сегодня мы запускаем новую серию тренировок она носит длинное название чек-лист ошибок и план работы над игрой я вот сейчас вижу что у меня опечатка на первом слайде есть упущено слово план но мы про это сегодня обязательно поговорим прежде чем мы будем начинать давайте убедимся в том что со звуком и картинке все хорошо напишите в чат как меня видно и слышно хорошо прежде чем начинать я вам рекомендую либо взять страдку с ручкой либо открыть какой-нибудь вордовский файлик для того чтобы вам могли вести конспект занятия в принципе вы можете этого не делать потому что тренировка выйдет записи вы конечно можете все это еще раз пересмотреть но как показывает практика если вы кроме того что видите и слышите еще это записывать это лучше усваиваться поэтому я думаю для вас для всех будет тема очень важной и лучше и хорошенько запомнить и добавлять свою игру и работу над игрой так сейчас я на буквально 5 секунд выключу изображение прошу прощения время забывая выключать программку которая которая меняет цвет экрана моего монитора сверну обратно изображение у вас было но поярче не знаю может быть у вас она конечно не меняется но у меня точно она темнее сейчас вроде все нормально итак давайте начинать что вообще мы сегодня будем делать и как вам нужно правильно работать над своей игрой потому что многих из вас мучает ответ на этот вопрос потому что вряд ли кто-то из вас вообще имеет четкий план того как вам нужно развиваться в покере что вам нужно делать в какой очередности на что стоит обращать внимание если стоит то в каком порядке это делать то есть эдакая инструкция потому как собственно говоря сделать из себя ленивого микролимитчика регуляра который будет действительно регулярно работать над игрой и сможет подняться за счет этого на более высокие лимиты потому что как бы вам не хотелось за счет удачи вы не выйдете на лимиты выше и у вас должна быть четкая стратегия и план того как вам работать над своей игрой так чтобы вы собственно говоря смогли вырасти и бить более начали бить более высокие лимиты ну и здесь стоит отметить что есть три основных аспекта на которые вообще можно обращать внимание и вот в первой части занятия мы будем делать достаточно укропненные укропненные модели и планы по работе с каждым из этих элементов ну первый элемент вы видите своем экране это префлоп здесь мы будем говорить о том что нам нужно делать на префлопе каким образом нам работать на префлопе так чтобы в результате у нас получился идеальный префлоп который позволяет нам иметь высокие винрейты на каждой из позиций и низкие лузерейты на блайндах то есть наша основная задача когда мы видим префлоп да вот ну и такую задачу себе ставим как работа на префлопе что мы должны получить в итоге вы должны четко понимать к чему вы должны прийти вы должны прийти к тому что благодаря тому что вы правильно выстроили свою работу на префлопе у вас создана подходящая модель для того чтобы иметь высокие винрейты на каждой из позиций и маленькие лузерейты на блайндах безусловно это невозможно без второго элемента это постфлоп они здесь очень тесно связаны потому что хороший постфлоп невозможен без хорошего префлопа и наоборот хороший префлоп невозможен без хорошего постфлопа то есть ну вы можете иметь идеальные рейнджи на префлопе но если вы не знаете что с ними вам дальше делать на постфлопе вряд ли вы покажете хороший лузерейт с этими типами рук но и в то же время даже если вы будете очень хорошо играть постфлоп если ваши префлоп рейнджи крайне плохие то скорее всего у вас все равно будут низкие винрейты по позициям и общий винрейт тоже будет низкий то есть зачастую многие постфлоп ошибки они связаны с тем что ошибка была допущена раньше то есть она была допущена еще на префлопе если вы допустили ошибку еще на префлопе но по слове ее исправить крайне сложно это второй такой большой аспект котором вы должны работать но и третий аспект я назвал его около игровые моменты сегодня мы очень подробнее разберем туда входит несколько элементов но это все связано это любые моменты которые собственно не связаны непосредственно с игрой это и то что вас мотивирует работать над игрой это и психологические аспекты игры это просто около игровые моменты которые так или иначе влияют на ваш винрейт и они его могут делать либо больше либо они его могут уменьшать ну либо могут на него никак не влиять но так или иначе если у вас будет просадка в любом из этих больших аспектов и больших составляющих вашей покерной личности то как результат будет страдать ваш винрейт то есть где бы это где бы эти ошибки не происходили всегда страдает ваш винрейт и из-за того что это на самом деле не так просто делать и многие вообще не знают с какого блока браться за каждый из элемент они не знают что существует подобное разделение многие зависают на низких микролимитах очень долго и не могут их пройти просто не понимая как же им нужно эффективно работать над своей игрой для того чтобы все вот эти аспекты подтянуть ну сейчас мы начнем с первого аспекта это с префлопа сделаем его укропнение то есть мы сначала будем разбирать все элементы достаточно крупно сейчас самое большое укропнение да то есть мы пока еще никаких подразделений не вводим просто говорим префлоп послоп около игровые моменты дальше мы будем приближать картинку будем вытаскивать уже какие-то конкретные моменты будем уже говорить о составлении различных чек-листов о том как стоит работать на что стоит обращать внимание как себя проверять ну и начнем мы с префлопа с префлопа сделаем следующее приближение этого аспекта вашей игры ну и что здесь у нас может быть первое что должен сделать любой игрок в покер это собственно составить модель игры на префлопе то есть вы ее либо то есть она у вас уже либо есть так как вы уже играете в покер так или иначе то есть если вы уже начали играть в покер на реальные деньги то она так или иначе у вас есть составляли его специально не составляли но Но она у вас есть. Но под составлением модели игры на префлопе мы все-таки понимаем именно разработку той модели, которая может вам приносить наибольшее ожидание при игре на префлопе. Если говорить еще четче и понятнее для вас, то есть это фактически составление всех префлоп рейнджей. Будь то спектр опенрейза, спектр колл опена, спектр 3 бета, спектр 4 бета, колла 4 бета, 5 бет пуши. В общем все линии на префлопе у вас должны быть описаны и у вас должен быть составлен конкретный спектр. То есть вы должны четко понимать, что вы открываете с каждой позиции, почему вы это делаете, что вы коллируете, что вы 3 бетите и так далее и тому подобное. У вас скорее всего эта модель не составлена или составлена не полностью. То есть в идеале как это должно выглядеть? Это должно быть такое большое дерево, ну скажем составленное в каком-нибудь эквилиаторе, это может быть флапзил или какой-либо другой эквилиатор, где у вас расписаны спектры на всем префлопе. Опять же сначала, ну сейчас мы про это еще будем более приближенно говорить, но вот в целом вы должны для себя ответить на вопрос, составлена ли у вас на данный момент идеальная модель игры на префлопе или нет. Если она у вас не составлена, то вы уже будете приближать опять же вот эти ошибки свои и смотреть, что именно у вас не составлено. То есть где у вас слабые места. Это могут быть префлопы, панрейзы, это могут быть коллы, это могут быть 3 беты и так далее. И второй большой аспект, когда мы говорим про префлоп, это проверка модели игры на префлопе и ее корректировка. То есть фактически, если у вас уже составлена модель, то вам нужно понять, насколько она хорошо составлена. То есть опять же, в идеале это как должно быть? Вот вы для себя составили все рейнжи, все опенрейзы, всех позиций, все коллд коллы, все 3 беты, коллы 4 бетов. Все вы это сделали, возможно против различных сайзингов, и сделали там различные коллы, BB против баттона или SB, 3 беты против определенных фолдов на 3 бет. То есть это может быть очень укропненно, просто скажем, рейс ферст на баттоне. А это может быть не так укропненно, это может быть еще более детально сделано. Скажем, рейс ферст на баттоне против фолда на стил, на BB против баттона 70%, против стила фолда на стил 50% и против фолда на стил, скажем, 40%. То есть у вас составлена какая-то на сегодняшний момент модель игры на префлопе. Если вы ее еще не составили и она не до конца составлена, то вам нужно вернуться в пункт номер 1 и ее составить. И затем вы какое-то время отыгрываете дистанцию по этой модели. Вы отыгрываете дистанцию и потом проверяете, насколько корректно была составлена ваша модель игры. И после этого вы вносите в нее корректировки. Понравилось видео? Ставь лайк, подписывайся на канал и начни обучение покеру прямо сейчас.